МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МГО и ЧАЭС отчиталось о происшествиях за прошедшую неделю. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС города Десногорска привлекались для проведения работ. Тематическая встреча по вопросам льгот и поддержки семей с детьми. Город, который развивается, и который хочет, чтобы жизнь в городе становилась лучше, развиваются в том числе и семьи в этом городе. 11 февраля представители городских инфраструктур провели плановое еженедельное совещание. Об обстановке в муниципалитете и о предстоящих планах – далее в сюжете. Текущая ситуация в Десногорске отмечена непростой эпидемиологической обстановкой. Рост числа заболевших ОРВИ фиксируется как в целом по области, так и по Десногорску. При этом диагноз грипп лабораторными исследованиями пока не подтвержден. Тем не менее, ограничения в связи с карантином действуют до 14 февраля. Продолжается ограничение по культурно-массовым спортивным мероприятиям. Пока что отменяется занятие в общеобразовательных учреждениях. Введено режим повышенной готовности в дошкольных образовательных учреждениях. Отдельное внимание горожан просят уделить звонкам с неизвестных номеров. Мошенники под видом сотрудников в большинстве случаев банков выведывают личные данные десногорцев, что приводит к пропаже денег с их личных банковских счетов. Мошенники действовали, чтобы не переводили денежные средства, обращались в банк. Не нужно никаких операций производить. На переменчивые погодные условия реагируют коммунальные службы. Уборка города проходит в штатном режиме, чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Городские мероприятия отмечены проведением конкурсов для организаций, работающих в Десногорске. Им предлагается побороться за звание лучшей уполномоченной по охране труда и лучшее состояние условий охраны труда. Справки можно получить по телефону 71233, отдел социальной защиты населения в городе Десногорск. 12 февраля важное событие ожидает девятиклассников. 260 молодых людей пройдут итоговое собеседование по русскому языку. Культурные события отмечены проведением международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер». Мероприятие пройдет 15 февраля в Центре культуры и молодежной политики, где будет показан художественный фильм «Солдатик». Вход свободный. Также 15 февраля мы приглашаем жителей принять участие в программе мероприятий, посвященных Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В 10.30 состоится панихида в храме в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости. В 11.30 состоится торжественное возложение к памятнику ветеранам боевых действий и участникам локальных войн на Кургане Славы. В 11.30 возложение цветов и венков на могилы погибшихся воинов. Десногорское кладбище. Кроме этого, наградой отмечено участие десногорских спортсменов в первенстве по мини-футболу. Мероприятие проходило 8 февраля в Смоленске. Десногорская команда «САЭС Автомобилист» заняла почетное второе место. Капитан команды Александр Островко. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказал начальник управления по делам ГОЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС города Десногорска привлекались для проведения работ. По вскрытию дверей один раз. По спасению человека на территории Десногорского водохранилища один раз. За семь дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 666 сообщений. Из них 276 сложных. Поступила и отработана три просьбы от населения. Вопросы льгот для семей с детьми и новые демографические меры обсудили десногорцы с Ольгой Окуневой. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей посетила Атомград 8 февраля. Мероприятие организовано совместно с Десногорским отделением партии «Единая Россия» и администрацией муниципалитета. Темы встречи, которая прошла в городской библиотеке, актуальны особенно для жителей Атомграда, как города для молодых родителей. Обсуждались льготы и преимущества для семей с детьми, над которыми сегодня работает комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, и в частности депутат Госдумы Ольга Окунева. В нашем комитете весь семейный кодекс, все, что с ним связано, принимается. Комиссия по делам несовершеннолетних, работа органов опеки, работа органов ЗАГС тоже в нашем комитете. То есть вот все, что связано с семьей, с детством, с несовершеннолетними. В диалоге приняли участие представители администрации муниципалитета и общественных организаций, депутаты и инициативные жители города. Тема улучшения демографической ситуации для многих граждан связана с насущными и актуальными вопросами. Об индексации материнского капитала, денежных выплатах на детей, обеспечении жильем детей-сирот, выплат алиментов и многих других. Безусловно, мы заинтересованы, чтобы эти деньги как можно быстрее пришли в область. Или они придут в муниципалитет, или они придут в Смоленскую область на строительство медицинской организации, в которую приедут дети и с каждого муниципального образования Смоленской области. То есть любое направление – это все равно развитие на территории. Также обсуждалась возможность открытия в Десногорске школы громадного родителя. Партия «Единая Россия» уже второй год реализует этот проект в рамках программы «Крепкая семья в Смоленске». Он призван повысить компетенцию родителей в вопросах психологии и внутрисемейных отношений. В этом направлении у Десногорска есть и свои собственные результаты. В наших четырех общеобразовательных школах везде есть педагоги-психологи. И вот работа с ними, с их участием, с их помощью, нам очень-очень помогает в работе с нашими детьми. Десногорск – уникальный город Смоленщины со своей положительной спецификой. А Тамград отличается от соседей, в том числе и большим количеством молодых семей, в которых нередко по два и по три ребенка. Хочется городу Десногорску пожелать, чтобы численность населения увеличивалась, чтобы семьи были многомногодетных, чтобы все семьи были счастливы и знали, что благополучие возможно достигать только совместными усилиями. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ На шесть социальных проектов Десногорска и Рославля направят почти 7 миллионов рублей. Это итоги открытого публичного конкурса социально значимых проектов, который проводил Фонд содействия развитию муниципальных образований АТР-АЭС. В Десногорске планируется продолжить работу по оснащению управления по делам ГО и ЧС с современными системами городского видеонаблюдения. Также в Атомграде будет создан многофункциональный учебный центр с мультимедийным оборудованием для информационной, разъяснительной работы и практических занятий с жителями города. Финансовая поддержка концерна поступит в 2020 году. В конце выпуска о погоде. 13 февраля в Десногорске пасмурно, небольшой снег. Температура днем около нуля, ночное время до минус трех. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Виталий Волков. Увидимся!